Приветствую вас! И, наверное, даже хорошо, что вы много слов написали в своем письме, потому что вы выражаете то, что вас беспокоит. И именно количество слов, то есть развернутость, собственно говоря, вашей проблемы, описание проблемы, само по себе уже свидетельно. Потому что, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вряд ли вы кому-то еще описываете то, что вас беспокоит в таком вот виде. И дело здесь совсем не в том, что вас никто не понимает. Дело здесь совсем не в том, что никто не захочет вам помочь. Дело здесь в том, что вы сами для себя не можете позволить кому-то поделиться о том, что вас беспокоит в таком вот формате. И этот формат, он специфичен. Он рискует дискредитировать вас в глазах ваших друзей, вашей семьи и так далее. И, собственно говоря, первичная задача, которую вы преследуете, когда начинаете заедать, собственно говоря, проблему, это расслабление. Мы об этом, в принципе, уже описали. Но что есть расслабление? Давайте мы с начала попробуем немножечко более подробно описать это слово. Вот, и что оно собой представляет? Значит, удовлетворение вкусовых потребностей, по сути дела, положительное, позитивное стимулирование рецепторов вкусовых, апострирует выделение эндорфинов в кровь, то есть, по сути, гормоны счастья. И в результате этого вы чувствуете себя лучше, чувствуете себя расслабленнее. И это то, что вам нужно, то, в чем вынуждает в этот момент, когда нет жизни. Проблема заключается в том, что, безусловно, саму проблему это не решает. То есть, вот вы получаете заряд, скажем, переживания. Вы его, этот заряд, не пропускаете через себя, потому что его пропустить через себя, в привычном, классическом смысле этого слова, нельзя. Он и так, как бы, у вас. Вам тяжело, вы не можете его, не можете с ним справиться, и поэтому вы стремитесь как-то себя расслабить. Ибо очень трудно удерживать такой вот режим. И вы знаете, можно сказать, что у вас есть два пути развития, два пути прогресса по данной ситуации. Два пути прогресса различаются в отношении к нему. В первом случае, вы можете воспринимать данную ситуацию как, ну, скажем так, переходную. То есть, на данный момент у вас достаточно стрессовая жизнь, на данный момент вам приходится тяжело, и от этого никуда не детство. То есть, обстоятельства, которые вас заставляют жить так, и менить на данный момент нельзя. Это не какие-то межличностные отношения, где можно при желании дистанцироваться от человека. Это не рабочие отношения, где можно там уволиться с работы, поговорить с начальником или что-то еще. Это дети. И от детей, понятно, вы никуда не денетесь. При восприятии данного подхода как переходного, данного периода, как временного, относиться к тому, что происходит с вами, нужно, скорее, положительно. То есть, позитивно. Ну, скажем, если бы вы не кучили, если бы вы не заедали свои переживания, то, нормально были бы нервные срывы, нормально были бы крики для детей. А это очень-очень плохо и для вас, и для, собственно, детей-других. То есть, в данном случае, еда выступает как созвечивающий фактор. И это хорошо. Это хорошо. И потому, при восприятии данной ситуации, как приходит, если вы не будете жить так всю жизнь, необходимо понимать, что и ваша фигура, и ваши ощущения, они временны. И когда дети, точнее маленький ребенок, который сейчас представляет для нас самую серьезную проблему, вырастет, вы так жить не будете. Вы быстро придете в дом. Потому что, вот как вы привыкли выглядеть, вы так и будете выглядеть. Но правда заключается еще и в том, что всю жизнь одинаково выглядеть у вас не получится. Ни у кого не получится. Самый странный человек, когда происходит какая-то ситуация, он может менять свое физическое состояние. Просто потому, что не всегда, не во всех случаях, не во всех ситуациях можно сохранить один и тот же внешний вид. Так бывает. И к этому относиться желательно, ну, философ. То есть понимаешь, что все приходящее, в итоге все вернется на круги своя. И если сейчас вы немного поправились, то страшного в этом ничего нет. Ведь как вы поправились, так килограммы и сгинете. Но сгинете тогда, когда придет вы. Потому, важно знать, что именно в ситуации воспитания детей, именно в ситуации пенсионирования вас, как матери, то, что делаете вы, есть хорошо. Есть, по сути, гораздо безобидный вариант, чем то, которое используют некоторые люди. Некоторые люди, знаете, там, алкоголь употребляют, да, таблетки успокоительные, там, химию и так далее. И надо не говорить о том, что они представляют, в общем-то, ту же самую цель, что и вы. Они, так же, как и вы, стремятся расслабиться. Но у них этого не получается. Потому, что до конца расслабиться в этой ситуации нельзя. Мой наличь только, собственно, как-то вот снимать напряжение. И основная опасность здесь заключается в привычке. Вы, в принципе, правильно сказали, вы правильно написали, что это привычка. Но привычка, это то, что, конечно, сложно изменить, но можно. И плюс здесь такой, что привычка меняется, привычка меняется в большей степени механистически, рефлекторно. То есть, почему привычки образуются вообще? Есть определенная потребность. Эта потребность человеком удовлетворяется. И это удовлетворение состоит из выполнения некоторых действий, которые приносят положительный результат. И вот ваш положительный результат, который приносит вам ваши действия съедовать сейчас в большей степени не суть плюс, чем минус. То есть фигура, понятно, это минус, но вы подсознательно понимаете, что то, что вы получаете, а получаете вы какое-никакое расслабление, это важнее на данный момент. И потому, значит, подсознательно, инстинктивно, именно вот физическими данными на данный момент вы пренебрегаете. Это правильный вывод. Дальше. При желании, при поведении можно изменить. Вы достаточно осознанный человек, чтобы понимать, что привычка может быть необходимой. То есть привычка, вызванная именно отсутствием выбора. Или привычка, когда она направлена исключительно на получение удовольствия. Так вот, когда вы почувствуете, что ваш образ жизни, ваши действия больше не вызваны необходимостью, а носит только желание получать удовольствие, как это некоторые люди делают. Я думаю, у вас хватит силы воли для того, чтобы моментально, начать перестраивать себя и постепенно-постепенно на этой привычке избавиться. Но до тех пор, пока вы ведете такой образ жизни, такой образ жизни, можно говорить о том, что для вас это едва ли не единственный выход. Но все же выход не единственный. Потому что второе направление, второй вектор развития, второй путь прогресса заключается в том, он сложнее. Он отличается, во-первых, в отношении к, значит, ситуации. Вы пишите, что, значит, вы много списали по поводу того, как происходит ваше жизнь. То есть, вот, спитивая уливками, значит, не принадлежите практически себе. Бывают ситуации, когда вы ничего не успеваете и так далее. И вот, вы знаете, тут вот ваше, может быть, подсознательное впрямление к тому, чтобы подчинить все некой системе. То есть, у вас ведь все запланировано, да? Вот, перед прогулкой еда, после прогулки, там, сон и так далее. Ситуация распланирована. На самом деле, вот именно ваше желание планировать, ваше желание как-то регламентировать, значит, образ жизни свой, и является основным препятствием для того, чтобы не делать тех вот неправильных вещей. То есть, не перекутывая. Потому что вы испытываете, в первую очередь, фрустрацию. Фрустрацию, то есть, негативные эмоции от невозможности что-то сделать. А вы самостоятельно загоняете себя в внутренний барьер. Внутренний барьер заключается в том, что вам кажется необходимым выполнить определенные действия в течение дня. Действия эти считаются для вас обязательными. И действительно, какая-то часть этих действий обязательных, но не все, далеко не все. И, значит, выходом из ситуации будет ограничение обязательных действий. То есть, таких как школа, уроки, наш садик там, еще что-нибудь, да. То есть, то, что касается услуг, общественных услуг, то, что касается работы, взаимодействия с различными организациями и так далее. То есть, это общесоциальные какие-то действия, общесоциальные какие-то аспекты жизни. Это обязательное. То есть, то, что вот, ну, необходимо делать определенным сроком. Там, в школе, в школе к определенному часу нужно быть, да, там, допустим. У врача нужно быть в определенное время там, потому что запись по какому-то часу тоже и так далее. Но, прогулка, это не, это не обязательно. То есть, прогулка, безусловно, война, но не обязательно прикладывать ее к какому-то времени. Прогулка, это не то, что можно, что нужно делать именно в определенный час. Ведь вы можете погулять по этому. Вы можете пройти по месту, ничего страшного от этого не будет. И вот вам необходимо разделять то, что от вас зависит. То есть, то, что вы можете как-то под себя подстроить. И то, что не зависит. И вот то, что не зависит от вас. Все вот эти вот работы с третьими лицами. Это, безусловно, нужно, значит, компетентно и в срок выполнять. А то, что является лично вашей инициативой, то, что можно и нужно, иногда нужно сдвигать и корректировать, сдвигать и корректировать. Не бойтесь, что ваш заранее выстроенный план дня немножко собьется. Ведь это дети. И распланирование, излишнее распланирование, очень негативное на детей влияние. Как? По сути, что такое планирование? Планирование – это создание определенных ситуаций и заранее запрограммировано поведение в них. Поэтому так тяжело некоторые люди переживают, когда, значит, ну, когда план нарушат, они не знают, что делать. Как так, план нарушился, я в растерянности, да, я просто не знаю, куда, как, чего, у меня нет никакого готового решения. Это очень плохо. И потому, во всем том, что касается лично вас и то, что от вас зависит, лучше все-таки не планировать, а делать так, как удобно. Ну, опрокинул, допустим, ребенок кашу. Если перед школой, то, конечно, да, это плохо. Да плохо, потому что в школу вы можете опоздать. Это понятно. И тут нужно скорее стараться осуществлять некоторые действия, которые могли бы как-то это предотвратить. То есть, возможно, пораньше начинать есть не на много, скажем, минут на 10-15. Этого времени более чем достаточно будет для того, чтобы компенсировать возможные задержки у вас. Но если вы, если инцидент произошел перед, допустим, поездкой куда-нибудь, перед прогулкой или перед сном, вот тут ничего страшного абсолютно нет. Ну, пойдете вы на улицу чуть попозже. Ну, подождете вы чуть попозже. Или что такого? Абсолютно ничего страшного в этом нет. То есть, ну, тут нужно отходить от своего плана и отделять обязательные пункты от необязательных. Прямо вот помещайте себе, если хотите, значит, вот, можете на листе бумаги написать. График, то есть, вот, по пункту, да, вот, какой час, значит, какие мероприятия и обязательные такие, как школа, там, допустим, посещение врача и прочее. То есть, помещайте, помещайте красным, а то, что относится к вашим личным мероприятиям, это еда, это, там, прогулки, досуг и так далее, это все помещайте, скажем, синим. И вот то, что синее, вы можете, вы можете, эм, рокировать так, как хотите. Ну, то есть, время там, условно. И даже это самое время можно помещать не знаком «равно», а знаком «приблизительно». То есть, знаете, такой вот значок «равно», только он волнообразно. Приблизительно, не точно. И вам психологически, при взгляде на этот план, будет легче, вы понимаете, его дифференцированно, раздельно. В каком аспекту? Вот, вы знаете, что, по-моему, школа обязательно важна. И вы должны быть в школе, там, скажем, к восемь часам утра. Это понятно. Это понятно, от этого никто не ведет, так работают организации. Но вы это знаете, может быть. Но знать мало. Дело в том, что то, что вы знаете, есть образ. Образ этот, он только у вас в сознании. Но этот образ иногда для более полного контакта необходимо визуализировать. И взорвется, происходит именно в вышеозначенном путем. И я понимаю ваше желание успеть все. Я понимаю ваше желание сделать так, чтобы вот абсолютно все ваши запланированные действия были выполнены. Но, тем не менее, жизнь такова, что далеко не все всегда получается хорошо. И нервничать вы в одном именно потому, что все идет не так, как вы хотите. Так вот, от этого убеждения, от этой установки, от такого вопроса, от такого его формирования, как все должно быть только так, как я хочу. Можно отходить и заменять постепенно на то, что нужно сделать в обязательном порядке. И то, что можно как-то подстроить под себя и под свои нужды. И тогда, ну тогда ваше напряжение будет значиться меньше, в первую очередь. Потому, что вы будете понимать, что дети это более чем непредсказуемые, собственно, члены семьи. И планировать что-либо с ними бесполезно. Потому, что, ну вот, как вы опять-таки написали, что вот может и может ребенок такими скажет, скажет, да. И вы потратите, скажем, какое-то время на то, чтобы довести порядок. Ну и ладно, ну ничего такого. Ну подумаешь, ну случилось, конечно. Для ребенка это, в принципе, для ребенка это нормально, это естественно. Для него это опять-таки опыт. Знаете, ему может быть даже интересно будет прохинать кашу, посмотреть, как вы там бегаете, да. Я, так, кухню и отчаянно стараюсь навести порядок. Вот. А, то есть, это, наверное, относится к этому, наверное, относится прохи, как к такому, знаете, игре, как к приключению и так далее. Дальше. Следующее, что нужно сказать. Это то, что вот вы говорите, что у вас нет совершенно свободного времени, а вы пишите, что вот вы урывками получаете, значит, какие-то свои знания, кто-то вы ходите и так далее. Вы знаете, вот есть один очень хороший пример, который можно привести в данную ситуацию. Вот один отец остался, значит, в своем ребенке. И он, этот отец, из-за всех них старался читать детские книжки, как-то развлекать, да, как-то вот, собственно, смещать своих детей и так далее. Но они абсолютно и полностью его не воспринимали. Им было вот все равно, все равно. Они поблили на него, и тогда видно, что они скучают, им скучат. И тогда он, этот человек, в принципе, понимал, что у него не получается. Он начал испытывать депрессивное состояние, то есть потерял надет, расселить своих детей, да, и ему самому неинтересно читать книжки детские. Ему самому неинтересно, там, играть, там, с детьми с детьми. И он тоже скучает. И вот он видит, значит, свою книгу уже взрослую. Иначе он хочет эту книгу почитать. И он берет эту книгу и начинает ее читать вслух. И, к тому же, к своему удивлению, он замечает, что ребенок, значит, тоже начинает слушать эту... Хотя это взрослая литература, то есть, там, какие-то экономические термины и так далее. Ну, пример так, по крайней мере, это так. И он начинает читать. И он с удивлением замечает, что ребенок тоже становится заинтересованным. Он слушает, хотя вряд ли он что-то понимает, но он слушает. И, наверное, у вас возникает вопрос, почему так случилось? Почему так произошло? Так вот, основным ответом на это будет то, что ребенок ощущает именно заинтересованность. Заинтересованность родителям в том, что он делает, то есть, его оживленность. И, собственно говоря, начинает с ним взаимодействовать на духовном уровне, на психологическом уровне. И это очень важно. Поэтому здесь вам рекомендуется не идти на поводу у, скажем так, стереотипных алгоритмов взаимодействия с детьми. Пробуйте разные вещи. Вот просто пробуйте читать и смотреть или изучать. Придите, кто, что вам интересно со мной. Активно взаимодействуйте с ними по этому. Может быть, им не понравится что-то. Может быть, они воспримут это как скуку. Но, ведь вы говорите, что у вас один ребенок школьник, а другой ребенок дошкольник. В примере которых приватил я, оба ребенка были дошкольники и очень ранее дошкольники. В вашем случае у вас только один ребенок. И поскольку именно его нужно чем-то занять и его занять сложнее, чем школьникам, то вам немножечко здесь просто. Так вот. Вы не можете знать, что интересно ребенку. И пока вы не попробуете все, весь спектр. Пока вы не разручите вот эти вот границы между тем, что ребенку нравится, а что не нравится. Вы не сможете узнать, каковы его интересы. И вы не сможете заинтересовать его тем, что в принципе не интересно вам. Если вы устали, если вы чувствуете попременность в том, чтобы что-то поделать для себя, да. Но вы при этом не делаете этого, а через силу заставляете себя читать, значит, детскую литературу. Ну, очень великое вероятность, что ребенок у вас, скорее всего, не будет завлечен тем, что вы делаете. Потому что он чувствует в первую очередь не то, что вы ему даете. Не то, что вы читаете, а то, как вы это делаете. И если вы делаете это через силу, то этого не будет. Поэтому ломайте алгоритм, ломайте шаблоны и старайтесь по возможности делиться с ребенком именно тем, что интересно вам. Это не только подпособствует его более интенсивному развитию, не только принесет в вашу жизнь что-то новое, но и позволит вам заниматься тем, что хотите вы в большей степени. Причем важно понимать, что ребенку нужно объяснять, ребенку нужно показывать то, что новое для него. Допустим, маленький человек привык, что ему все время рассказать о сказке, все время какие-то игрушки и так далее. А если ему показать что-то другое, что-то до этого реально не виденное им, он и не видится. И это для него будет новое. Так что тут моментов и возможностей для расторов очень много. Ладно, пробуйте, тогда вы тем самым достигнете двух целей. Вы будете больше двух сторон свои интересы, свои желания. И вы будете более активно, более плотно и более стабильно взаимодействовать с детьми. Потому что вам, если вам обоим, если вам всем троим, при случае взаимодействия со вторым ребенком, если вам всем будет интересно, то от этого выиграют точно все. А если будет интересно только детям, то, ну, важно делать, что вы будете брейкерами. А это не нужно. То есть, вы приносите себя в жертву. Приносите себя в жертву. Своим детям это никогда не приносит результаты. Потому что, ну, понятно, что жертвы, то есть человек, который приносит себя в жертву, он несчастлив, значит, соответственно, как я уже, наверное, и говорил в прошлом видео, несчастная мама никогда не сможет сделать своего ребенка счастливым. Дальше. О чем стоит отдельно, наверное, все-таки сказать. Эта тема, точнее, этот аспект, он достаточно такой деликатный, я бы сказал. Он очень личный, личный именно для вас. А значит, а вот эта вот нервозность, которую вы испытываете, у нее есть свои причины, у этой нервозности. То есть, когда вот что-то получается, как вы хотите, когда вы начинаете нервничать, когда вы начинаете переживать, значит, у этого есть свои причины. То есть, я здесь сейчас совсем не говорил о том, что еда нужна для того, чтобы взбодриться. Про это я скажу, наверное, в конце, потому что здесь чисто физиологические, как бы, особенности. Про физиологию, естественно, мы скажем, наверное, в конце, потому что она, несмотря на то, что очень важна для вас, но, тем не менее, с точки зрения психологии, и, соответственно, для меня она на последнем месте. Я надеюсь, вы это понимаете. Так вот, в том, что вы именно нервничаете. В мире сейчас говорим исключительно про то, как вы боретесь именно с нервным переживанием, а не со сном. Значит, в том, что вы нервничаете, есть всегда конфликт. То есть, человек нервничает из-за конфликта, внутреннего конфликта. Этот конфликт, как правило, представляет собой пересечение, противоречное между интересами вашими и интересами окружающих вас людей. У взрослого человека, это конфликт его и социума, общества, у матери, в данном случае и вас, это конфликт вас и интересов ваших и ваших детей. Значит, что нужно сказать? Вот, говоря о таком конфликте вообще, есть всегда корень проблем. Почему создается противоречие? Почему оно вообще происходит, вообще говоря, происходит? Потому что человек изначально, опять строго, нацелен на то или иное. Вам, как носителю собственных интересов, не удовлетворительно их не осуществляют. А детям, как носителю их интересов, естественно, для вас неприемлемо, значит, у семья их интересов. И вот это противоречие, ну, не как-то разрешено. То есть, либо вы, как я уже говорил, совмещаете, значит, свои интересы и интересы детей, потому что так проще. То есть, вы, ну, проще ведь ребенку новое что-то привить, чем самостоятельно сделать, своими интересами. Интересы ребенка, это своими интересами, по крайней мере, для взрослых. Значит, или, если вы ребенку свои интересы не смогли, то вам нужно увлечься чем-то из его мира, чтобы вместе с ним этим увлекаться. Но так, чтобы вы все-таки увлекались. То есть, тут нужен поиск, нужен, в некоторой степени, творческий подход, для того, чтобы, мы надеялись то, что вам действительно понравилось виноватство, как вы интегрировали, чтобы у вас была личная заинтересованность в этом. Итак, конфликт именно интересов вы снимете. Но снимете, естественно, отчасти. Отчасти снимете. Отчасти почему? Потому что у нервного переживания всегда есть подоплека. И подоплека может быть самое разное. Начиная от, знаете как, стандартилизации. То есть, когда мама считает, что она, допустим, не будет достаточно хорошей матерью, если не сделает, вот там, даже по пункту, то есть, вот там, если спросить у такой мамы, почему она делает тот или тот, она скажет, что, если я этого не сделаю, я буду считаться плохой матерью. Так вот, это очень важно, чтобы вы не считали себя плохой матерью, и чтобы именно страх быть плохой матерью в своих глазах, и в глазах, соответственно, общества, не толкал вас на какие-то поступки. Потому что страх делает человека несвободным, страх делает человека должен быть подчиненным, невольным, и, собственно, за логиком себя снова. И чтобы ваши действия были не реакцией на страх, а, как бы сказать, свободным более изъявлением, то над страхом нужно, если таковое имеется, нужно поработать. Как именно поработать над страхом? Ну, во-первых, подробнее разобраться, что есть плохая мама, что есть плохой отец. Вот, например, с точки зрения законодательства семейного, плохие родители тут есть, которые обеспечивают ребенку достойное проживание и необходимых условий жизненных. Но даже в этом случае тех термин плохой не является точным. Есть термин, когда есть такой термин, в том, что родитель не может исполнять свое место родительские вот в силу ряда причин. А плохой – это лично оценка, это лично ваше видение того, каким должен быть идеалнатель, по вашему мнению опять-таки. И в этом контексте нужно четко понимать, что нету плохой или хорошей мамы, нету плохих родителей. Есть родители, которые твоих детей любят, есть родители, которых твоих детей не любят, у которых есть эмоционально привязанность к детям и у которых нет. И, соответственно, если у вас эмоционально привязанность у них есть и вы твои детей любите, а вы их любите, то это, вот говоря в узком смысле, один из моего хорошего родителя. Хороший родитель – тот, кто свои детей любит. Но вряд ли на оценку, значит, хорошего или плохого родителя влияет выполнение каких-то действий в обязательных порядках. Вряд ли вообще на оценку положительную или обстоятельную может оказать влияние какие-либо обязательные мероприятия. Обязательный, значит, в любом случае и хороший, и плохой будет это делать. Для примера можно привести выплату ароментов. Вот суть, суть. Обязал человека выплачивать, значит, там, часть средств ребенку. И он это делает. Любит он, не любит своего ребенка, не важно. Он это делает, потому что это обязанность. И то же самое из действий заключается, что если вы выполняете какие-то действия, потому что так смучно, вы не являетесь ни хорошей, ни плохой матери. Вы просто делаете то, что считаете нужным. И все. Это считаете даже не нужным, а обязательным. Но кто сказал, что обязательно выполнять те или иные действия? Кто сказал, что нужно делать то или иное? Нужно делать то или иное в интересах детей, если вы свои детей любите. Да, в интересах нужно. Но то, что в интересах детей определяются сами детьми. И не всегда то, что установлено извините, а алгоритмы поведения родителей не всегда играют на пользу детям. И чего уж греха таить, далеко не всегда играют на пользу родителей. Это тоже важно понимать. Ну вот, для примера давайте возьмем, скажем, какую-нибудь игровую комнату при, скажем, торговом центре. Что происходит? Значит, взрослые люди берут своих детей туда, в торговый центр, но вместо того, чтобы ходить с ними по магазинам, они оставляют их вот в этих вот игровых комнатах, где они веселятся, а сами при этом спокойно занимаются покупкой. Вот скажите, как вы думаете, хорошо это или плохо? Наверное, в начале вы скажете, что хорошо. Потому что, ну, ребенок занимается своими делами, взрослые даже, своими делами. Вот как все счастливы, все довольно. Но вот с точки зрения воспитания детей, с точки зрения, наверное, взаимодействия между родителями и детьми, это не является вам по-хорошо. Потому что, в торговых центрах очень много филомальных вещей, очень много всего интересного, очень много, например, вот есть там антиклассные магазины, есть магазины одежды, есть магазины техники, есть, ну чего только нет. И обо всем этом, кажется, с детьми можно поговорить. Они не будут спрашивать, что это такое, а что вот это такое, а для чего это, а для чего это, и обо всем этом можно поговорить. При том условии, что вы, в общем-то, никуда не спешите, как правило, и приезжаете, в общем-то, ну, пройти, подогнуть, погулять. И можно с детьми поговорить. Вы просто можете идти спокойно и рассказывать детям о том, как, чего и почему. Ведь в основном столько тем другого, и не нужно специально, там, отводить время для диалога, не нужно придумывать темы, на которые можно поговорить. Вы уже находитесь в среде, которая сама по себе генерирует эту тему. Только бери и общайся. Но вместо этого, кто нам рекомендует делать общество? Общество рекомендует нам, наших детей, отправлять в игровую комнату, чтобы они там играли с другими людьми. Типа, им там весело будет. Вот, вы знаете, на самом деле, ситуация какова. При первом рассмотрении, действительно так. Ребенку веселее, играть с другими детьми, там, с чем занятыми быть. Да. А при более приближенном рассмотрении, что получится, что получается. Ребенок играет с кем? С незнакомыми детьми. С незнакомыми. И если ему с кем-то играть понравится, а он этого человека больше не увидит, потому что в торговом центре люди и дети случайно. У него это будет, например, он к человеку превысался, он хочет с ним еще играть, и он не понимает, почему он его больше не увидит. А он увидит всего потому, что в этот торговый центр люди приехали, там, из совсем другого конца города. И больше они туда не приезжают, допустим. Или приезжают, но в другое время, там, если так вот случайно досталось, чтобы встретить. А ребенок-то будет думать, ребенок-то будет хотеть вновь поиграть именно с этими детьми, а не с другими. И получается, что мало того, что привязанность у такого ребенка принесет ему только вред, так еще, ко всему прочему, в другой раз, а он будет надеяться, что когда приедет еще раз, там будут те же люди, там будут и другие люди. И привязанность вновь появится, и много ощущений. То есть ребенка это стимулирует к тому, чтобы не привязываться к другу. Разве ли это для социальной жизни, будущей его? Ну, и мое мнение, мое мнение, что нет. Мое мнение, что это скорее вредит маленькому человеку, чем идет на пользу. И потому, и потому, а этот ночь, что я хочу сказать, на этом примере очень четко видно, как общество само устанавливает нам, насчет алгоритма поведения того, которое должно быть с детьми. То есть, как хороший родитель, примерный родитель должен обращаться с ребенком. и если родитель не отдает ребенку в игровую комнату, конечно, это его право. Никто, кто-то, скажем, не принадлежит. Но тем не менее, то он автоматически, как бы считается, плохим. Ребенок не понимает, почему вот он, допустим, с родителями, а там дети играют. Ребенок плачет, хочет туда. А почему ребенок плачет и хочет туда? Ну, потому что с родителями ему не интересно. Нету контакта с родителями. И, вы знаете, безусловно, нельзя говорить о том, что наличный контакт между родителями и ребенком является обязательным. Бывает так, что родители с ребенком в принципе не могут найти контакт. Так бывает. И, безусловно, они дегнуты свои правила. Но мы сейчас говорим о том, что было бы лучше. Лучше было бы именно, чтобы ребенок общался с детьми, с которыми он может встретиться еще раз. То есть, с которыми он увидит, с которыми у него могут становиться прочные связи. Чтобы доказывать ему, что привязанность есть хорошо, есть позитив. А с родителями проводить время для того, чтобы познавать окружающий мир. Потому что именно родители первые приводники во внешний срыв. И все вот эти вот прогулки, это все средства для того, чтобы объяснять ребенку, что, откуда, как и почему. И это нужно и желательно поднимать так, как, ну, диалог с ребенком, как обучение его. Вы много пишите, что вопросы, 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 вопросы. А вы понимаете, почему эти вопросы, для чего они нужны? Вы понимаете, откуда идет потребность ребенка в этих вопросах? Вы понимаете, насколько хорошо тот, что ребенок вас спрашивает? Что он спрашивает вас, а не кого-то другого? Что он спрашивает вас, а не интернет? Скажите, а мы были бы довольны, если бы ваш ребенок задавал вопросы не вам, а, скажем, не напомню, и что бы они ему ответили на эти вопросы? А если бы они без доверия у него завоевали ваш ребенок, вам было бы лучше? Думаю, что нет. И потому, это лишь так, небольшое отключение, и потому, можно сказать там, что у невозможности есть, всегда и всегда есть социальная подоплекка какая-то. То есть, вы, по какой-то причине, можете там, бояться, опасаться того, что, ну, незадачно хорошая мать. И это как личное видение, так и видение на счет общества. Про личное я сказал, про общественное я тоже сказал. Можно лишь только резюмировать, что нет ни ваших личных каких-то наборов правильного поведения, нет общественных наборов правильного поведения. У каждого ребенка с родителем своя уникальная ситуация, и то, что подходит для него, есть верно. Все остальное не есть верно. И вам нужно, в первую очередь, максимально работать на то, чтобы совместить свои интересы и интересы ваших детей. Тогда вы будете счастливы. Тогда вы сможете и нести это своим детям развитие. Они будут чувствовать себя нормальной волной с вами в большей степени. И вы будете получать как-то больше удовольствия от того, что вы делаете. и одна из них. Теперь поговорим про физиологов, как я и обещал. Поговорим про физиологов. Дело в том, что вы пишите, что вы очень хотите спать, что еда там, собственно говоря, стимул вам, чтобы не уснуть, и так далее. Вы знаете, именно в этом, именно в этом ключе советуют, ну именно что-то советуют. То есть, если вы понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, до этого были лично такие рекомендации, освещение, каких-то аспектов. Я хотел бы показать вам, тема те моменты, на которые вы, возможно, не обращаете свое внимание. Ну просто в силу того, что у вас не о том мысль. Что же касается сейчас, то здесь заканчивается область в психологии, начинается область в Корее, ну собственно, практической физиологии, и рад, что вы обратились к вопросам ко мне, то я, соответственно, делаю все, что в моих силах. Но, еще раз повторюсь, это не совсем психология, это в большей степени уже быт, и здесь каждый человек выбирает сам, что ему лучше. Значит, безусловно, использовать еду в качестве подкрепления для борьбы со сном не есть хорошо. Безусловно, и использование кофеина в больших количествах тоже достаточно вредно для организма. и поэтому здесь необходимо действовать так. С помощью пробы, с помощью научения, вы определите для себя, что для вас удобно. Вот кого-то, например, бодрит музыка. Ну, понятное дело, что вы музыку слышите не можете так, как, например, люди берут детей, потому что вам нужно постоянно слушать своего ребенка тогда. Ну, вот на самом деле, сейчас придумали такое чудо, как беспроводную гарнитуру. То есть, такой вот научник, который абсолютно не имеет проводов, его одевают на одно ухо, и, собственно, слушают музыку сколько угодно. можно в одном ухо, при этом, как бы, не теряя связи с внешним миром. Музыку можно включить самую любимую, и если она будет сам играть, то, собственно говоря, вам не будет интересно. Дальше. Люди придумали и такие средства, как аудиокниги. Аудиокниги можно скачать, перекинуть ее в плеер, и через ту же беспроводную гарнитуру, слушать, аудиокниги ту, между прочим, которая интересна вам. И вот так, таким образом, вы убиваете благодаря этому. Вы читаете книгу, то есть, то, что вам интересно, и одновременно занимаетесь на детьми. Благодаря этому, если правильно подобрать и тематику, значит, такого вот контента, и удобное средство технического плана, то вам и кучат, и отец не будет, потому что ваша энергия будет направлена на механистическое поведение ребенка. Это оно же я имею в виду. И, собственно говоря, ваше творческое, ваше личное направлено будет на восприятие этой информации, которая будет вам поступать. И благодаря этому, а ведь вы можете этим заниматься не только ночью, но и, по сути, в течение дня. Так вот, благодаря этому, вы можете постоянно все время получать те знания, ту информацию, которая вам интересна, при этом занимаясь абсолютно без ущерба себе, собственно, делам. И если вам будет именно интересно, если вас будет вызывать живой интерес то, что вы слушаете из музыки или из книги, ну, лучше, наверное, в этой книге, то тогда, я думаю, проблема сна и проблема еды отчасти будет еще на. Потому что вы будете получать необходимое количество заинтересованности абреналина и эзорфина благодаря тому, что получаете информацию, которая вам, ну, скажем так, не безразлична, которая вам, скажем так, интересна. И это, это очень позитивно скажется на вас. Из более экзотичных методов можно сказать, что существуют умные очки, очки наполненной реальности, которые могут также выводить на экран текст. Тут уже, наверное, требуется в некоторой степени здоровка, то есть, ну, навык, научение, как бы, поведение в данной ситуации, потому что поначалу будет не так легко совмещать реальный мир и вот этот вот самый дополненный вариант. По-моему, называется Google Glass, можно купить в интернет-магазинах, не знаю, в России или нет. Значит, момент здесь такой, что Google Glass вызывает зависимость. То есть, люди, которые, вот, используют, использовали, точнее, эти средства, они, ну, не могли без них и вот, и здесь необходимо соблюдать техническую безопасность. То есть, допустим, час своих походили в этих очках, потом сняли, подали без них, между вот, с наручниками, то есть, что я говорю, допустим, и вновь одели. То есть, чтобы не было, не было привыкать к этим очкам. Вот. Это вам также поможет совмещать и бороться за дном. Далее, далее, очень бы хотелось, чтобы вы обозначили сами для себя круг своих интересов. Вы знаете, как это ни странно, как ни парадоксально, но если человек ведет активный образ жизни, то вот для него весьма проблематично найти время для того, чтобы что-то почитать, что-то посмотреть, чтобы послужить, и так далее. И когда женщина находится в в декретном отпуске, когда сидит с детьми, вот я, наверное, сейчас скажу, то, что вам не понравится, или то, что вы посчитаете таким глаголословным, у женщины применяется в роман с непосредственно светом верстат. Главное – навык, главное – желание научиться этому, и все будет хорошо. Лично я сам наблюдал, когда женщина всегда с ребенком читала книгу, и была увлечена и книгой, и ребенком, пока ребенок читал. Соответственно, ребенок проснулся, она мышлально его покачала, и уложила ей продолжать дальше читать книгу. То есть понятно, что она не практически не вышла из состояния в взаимодействии с книгой, и просто на автомате чисто ребенка укачала. Конечно, у всего есть своя мера, и здесь важно не сделать перекос в сторону механистического отношения с этими, когда вы все абсолютно с ними будете делать на автомате, а сами при этом ну как бы занимаясь своими делами, с помощью таких вот средств. Это ведь тоже очень бы пробка. И поэтому нужно блять баланс. Блять баланс достаточно сложно, но я думаю, что у вас при желании это получится сделать. Потому что в общем-то для него это в основном нужно именно желание и любовь к ребенку. Это в принципе одна из всего. Потому что когда вы допустим заняты непосредственно взаимодействием с ребенком, то здесь понятное дело, что вам не нужно ничего. Но нужно, чтобы все было под рукой, чтобы в случае чего буквально два три нажатия или выполнения простых действий, не позволили бы вам заняться изучением или поглощением какой-либо информации интересной вам. Потому что свободное время может появиться когда угодно. Абсолютно. Вот вы говорите, что днем и так далее. И так вы можете компенсировать с помощью этих средств еду как возможность борьбы со сном. в этом все надеюсь, что я вам помог и если какие-то вопросы еще остались попросить помогу вам пока желаю вам всего доброго до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры